Ну я такой, я типа этот бизнесовый психопат, я всегда так врываюсь, не думая, что я делаю Такой, мы аутсорсеры, мы сейчас всем наваляем Аутсорс родился из-за того, что не было денег в стране Продажа голов, грубо говоря, ты просто сдаешь в аренду человека Галера, рабство Ну так это же дерьмо, это не подходит, они говорят, так это же дерьмо, уже заказали Так, ну сколько надо? Ну где-то 300 тысяч, и там все полетит вообще В плюс начнет работать, получилось далеко не так Заинвестировал 4 миллиона долларов Там в этом бизнесе доля была у, короче, у бандитов И мне пришлось их уговаривать, чтобы они мне вернули деньги Я такой айтишник, короче, и мне звонят, говорят, тут человеку таз сломал Какой таз? Мы тазы какие-то продаем По-моему, 25 тысяч гривен за клиентов заплатили Который купил на 800 гривен, кстати, даже не в средний чек не попал Я готов свои бабки просрать, а чужие не готов WhiteBit – это одна из крупнейших европейских криптобирж Простая регистрация, быстрая верификация и удобное пополнение с минимальной или даже нулевой комиссией Линк в описании Владислав Савченко – серийный предприниматель, инвестор Сфера бизнес-интересов в таких нишах, как аутсорсинг, футтек, фентек и криптовалюты Родился в Запорожье, Украина В 17 лет запустил первый e-commerce проект Продавал чехлы для мобильных телефонов В 2015 году Владислав основал компанию PowerCode LLC, которая разрабатывает диджитал и IT-решения для бизнеса Компания имеет представительство в Польше, Германии, Англии и США В 2020 году за две недели Савченко организовал стартап по доставке продуктов Foodex24 На пике компания имела 30 тысяч клиентов Сокрыл бизнес после начала полномасштабной войны Также Владислав – основатель Европейской ассоциации программной инженерии ИИЗ Две составляющих у меня вообще там в бизнесовой штуке, айтишной Две составляющих – это аутсорс и аутстаффинг Ну то есть две базовых модели, они по сути между собой отличаются Аутстаффинг – это продажа голов, грубо говоря, ты просто сдаешь в аренду человека Ну типа если так можно сказать Аренда сотрудников Так это при том аренда высококвалифицированных сотрудников Потому что вот мы сидим сейчас с тобой в Варшаве Тут компании, у которых 10 тысяч, 5 тысяч, 15 тысяч человек работают Это аренда сотрудников, только таких, которые там, не знаю, там механики, кассиры Собирают клубнику, там какой-то, ну разнорабочие Которые делают там разную там низкую или среднеквалифицированную работу То есть это нормально, а продажа голов в IT – это типа что-то такое вообще Галера, рабство и так далее Ну типа хейт вообще летит такой страшный на всю эту историю Типа у нас же как сейчас, два лагеря в Украине Продуктовики и типа аутсорсеры Продуктовики говорят аутсорс, гамно, они хантят у нас людей Они не дают нам развивать украинские продукты Типа украинские, потому что на самом деле Ну в Украине сильно много денег на продукте не заработаешь И все продукты, посмотри на граммарли, вот тебе украинский продукт Который уже не украинский Нет, тут речь идет же Борн, ну типа рожден в Украине Ну рожден в Украине, да И вот мы, например, хотим их снять в нашем фильме Они вообще не хотят себя позиционировать как родом с Украины У нас сейчас один из супер больших проектов Мы снимаем фильм про историю украинского IT И мы вот как никто погрузились в эту историю Когда типа продукт и аутсорс, они рядом шли все время То есть продукт был и в 93-м году Это, например, ребята писали систему управления энергосистемой Украины И не только Украиной То есть продукт уже был И был аутсорс Аутсорс родился из-за того, что не было денег в стране И обесценивалась валюта Одни искали в Америке счастье И типа по стечению обстоятельств получали заказы с Америки в валюте Другие, например, получали их с Франции Тоже так на Абум И то есть аутсорс родился вообще не для чего-то, а вопреки Ну типа ты просто ребята спасали себя как могли Потому что надо было стабильность получить И оно так вместе шло И на самом деле аутсорс гораздо больше, чем продукт Ну был, по крайней мере Так и есть Ну так и есть Ну если по людям Если по, наверное, по обороту То продукт, скорее всего, уже больше Но опять же Оборот не в Украине Это же стандартная история Потому что нет инструментов в Украине Которые могли бы завести сейчас продуктовый оборот в Украину Потому что ты не можешь платежи по 10 долларов проводить Там и клиентские И оплачивать это все Ну то есть есть большое количество административных ограничений Но фишка аутсорса в том Что у аутсорса дохрена опыта с разных ниш С разных доменов То есть финтект, хеллскер Там не знаю Веб-девелопмент, мобайл-девелопмент Там не знаю Какие-то автоматизации СЕРМки, ЕРПшки Ну то есть все, что связано с АйТи И на самом деле в этом ключе аутсорсинг Помогает продукту И типа продукт что-то не всегда понимает То есть ты можешь взять человека с любым доменом найти в рынке Продукт обычно зол на аутсорс из-за зарплаты Да-да, на одном из звонков Который организовывала Минцифра Там как раз Они сейчас работают над стратегией новой экономики Типа продуктовой На этом звонке Макс Поляков Начинает там разносить аутсорсеров Что они хантят у него людей Которые забирают у него инженеров Там платят какие-то 10 тысяч долларов А он не может А на него кричат Где ты вообще хоть один проект в Украине покажи Ну и короче Ты такой смотришь на этот срач И думаешь Ну прикольная история Это же синергичная история Типа не надо говорить Что аутсорс плохой Или продукт плохой Они вот вместе друг друга дополняют Потому что реально ты можешь там с разного домена Людей взять И продуктовая история Кстати Это же знаешь такая Мечта всех аутсорсеров Ты такой сидишь Блин вот я типа делаю клиентам Хочется свой продукт И знаешь как это происходило в начале Ну типа Всегда если есть сотрудник Он начинает пилить продукт В этом и прикол Все так делают Аутсорсеры Делают это бенчом Бенч это люди Которые не задействованы в разработке Типа сидят без работы На самообучении Или на внутренних проектах Зачастую рождаются какие-то стартапы Внутри компании Я таких знаешь Сколько нарождал Еще в начале своей деятельности Потому что люди сидят Надо что-то И зачем-то занять И ты такой Ну надо вот Примерно вот это Сто дизайнов Мы пилили финтек приблуду Короче потратили Наверное месяца Четыре на нее Я говорю Ну смотрите Тут надо чтобы Там шлюзы Соединялись с клиентами Там типа были Общие балансы И типа это передавалось Между системами Там финансовыми Они такие Ну все понятно И короче Ну вот такое ТЗ было Чтоб ты понимал Четкое Вот так я просто сказал И ушел Через 4 месяца прихожу Мы приходим с командой Начинаем клацать И мы говорим Ну так это же дерьмо Это не подходит Они говорят Так это же дерьмо Вы уже заказали Это типа Все внутри В рамках моей компании Понял ТЗ С таким ТЗ результатом Ну да Ну просто ты неправильно Составляешь ТЗ И типа 50 тысяч Минус просто вот так вот 30 тысяч Ну мы проектов Таких порождали Еще до того Как мы понимали Как правильно делать продукты Что это выделенная команда Ты не можешь делать ее Бенчом Вот ты все проекты Которые делаешь Бенчом Херня получается Гамнокодинг Все делают левой ногой Приходит следующий разраб Говорит Тут все переписать И ты короче В колесе Сансары Да И ты еще 4 месяца И ну просто Сливаешь бюджеты Поэтому Тут скажем Опыт с продукта У меня уже давно Начался Просто он Ну такой Галимый был Потому что Все же рассказывают Про успешный успех Но тут как бы Есть Но сейчас так делаешь Вот Нет Сейчас Больше с этим Скажем Я в таком формате Не связываюсь Это только Выделенная команда Только конкретный человек Который драйвит проект Ну Product owner То есть тот Кто видит Как это должно работать Хотя бы примерно Потому что если Процессом управляет Там много людей Со всех сторон То получается Херня И как там Без ТЗ я делаю ХЗ И когда Ответственны все Ответственны никто Как ты встретил войну? Я охуел Чего-то проснулся От какой-то тревоги Ну знаешь Такой вообще фон был Уже там в телеграм-каналах Неслось И я короче Проснулся Где-то часов в 5 Утра И такой Вот так листаю Телеграм-канал Ну так С самого Начала там Где пропущено Понял И ты такой Читаешь Читаешь Что-то там 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 Потом Раз Какое-то экстренное совещание Потом такой Выступление Заявление Путина Это такой Спецоперация Война Потом А я короче А я сижу на туалете В этот момент И короче В этот момент Как уебет Так И я короче Ну понимаю Что это Блядь Не шутки Долистывая Что там происходит Начинаю видеть Что там Какие-то вертолеты Армия пошла И так далее У меня рядом С домом База ПВО И по ней Били ракетами Потом второй раз В 7.30 утра Ударили И короче Ну у нас реально Там где-то Километр напрямую У нас чуть окна Они повылетали В доме Поэтому в этот момент Я как бы Понял Что это Не шутка И надо было думать Что делать дальше Естественно Я начал искать Броники Доставать свое оружие Которое у меня было Ну короче А что у тебя было? Ну у меня там Всякие там Помпы и так далее Ну у меня там Куча патронов Все пооставалось Я типа все это Подоставал Потому что Ну что делать У меня был план Просто защититься От Ну скажем Вандализма Потому что Непонятно было Что будет дальше Происходить Естественно Против регулярной армии С помповым ружьем Или с Прибором для Отстрела Резиновых Резиновых пуль Типа ничего не получится Поэтому это больше Такая Антивандальная Штука была И мы думали Что делать Потому что Новости Ну ты что Это залипало Вот так вот Все неслось Поэтому решили Что Пока остаемся Потому что С того направления Не заходили Но Тем не менее Рядом с нами Гастомель И же с ними Там бомбили И вообще Долбили По-всякому Нефтебазу взорвали Мы с окна Это видели Как взорвали Как там горело Все это Блин Выглядело кошмарно И типа По ночам Эти канонады Мы в подвале спали У меня дома Собралось Частный дом Да Частный дом У меня дома Жило до 12 марта 24 человека Или 23 То есть я собрал Всех У себя дома Мои родители Приехали Приехало Много моих топов Друзей И так далее Но они короче Все у нас дома И мы короче В итоге спали в подвале А все остальные В наших кроватях Потому что Потом со временем Снизилась вероятность Попадания Прям по дому Потому что Ну типа Стало понятно Куда Куда может прилететь А куда нет Уже так перестали Знаешь прятаться Через неделю Ну мы с детьми Чтоб не бегать Все равно В подвале Спали Под бассейном Потом спустили бассейн Потому что сказали Если попадет по дому Вы утонете Тут в подвале И мы такие Не, давайте Наверное спустим Бассейн Потому что Ну короче Я понимал Что в тот момент Если я начну просто бежать Тупо бездумно Думать только О себе Там О своей семье То это Ну я в тот момент Не мог себе позволить Мне надо было понять Как все Обезопасить Плюс-минус И что можно сделать Я просто понимаю Что Собственник Фаундер Предводитель компании Он должен показывать пример Если ты как бы В глазах страха Начинаешь Типа действовать Нерационально Просто убегать Куда-либо Чтобы убегать Потому что я понимал Ну все перегружено было Мы все что сделали Сделали запасы топлива У нас было там 200 или 300 литров дизеля 200 или 300 литров бензина Мы это все успели сделать Мы ребята там все это Организовали Заправили и так далее И мы сидели думали Что дальше делать Потому что непонятно было Как правильно составить план Что делать с бизнесом Что делать с сотрудниками Что как вообще происходит Потому что задача была Не потерять Ну все То есть начали связываться Заказчики Пойти По разным направлениям По всем там Со стартапами Начали думать И в этот момент Я начал понимать Что мы не можем Типа просто Финансировать Куда попало Там деньги Грубо говоря Мы начали Разговаривать с командами Что придется Теперь на самоокупаемость Работать И зарабатывать деньги И эти деньги Будем делить на команду У многих кстати Получилось Ну там Например Академия Айтишная Сильно полетела Вот сейчас Она в этом ключе Ну это маленький бизнес Все равно правильно У нас типа порядка Наверное двадцатки Сейчас оборот В месяц Двадцать тысяч Это Ну Маленький бизнес Но типа Он очень интересный С точки зрения Скейла Сейчас мы начали им заниматься И он там сильно Сильно растет Начал рекорды бить По продажам Плюс у нас В этом же бизнесе Есть направление Мы помогаем Обучать большое количество людей То есть у нас Вот мы сейчас Закончили проект Там на две тысячи человек Проект с большим бюджетом Там мы Заработали денег Поэтому Ну короче Мы умеем Типа Многопрофильное Такое обучение делать И сейчас Вот несколько проектов Тоже планируем Там на пару тысяч человек Запустить И обучать То есть это как Бизнес в бизнесе Там внутри Ты готовился Ожидал что будет Твоя полумасштабная Нет Я вообще ни к чему Не готовился И теперь наверное Скорее жалею Я откидывал Типа что думал Что не может Это не выглядит Как рациональная история Я думал Что может быть Начаться С Луганского И Донецкого Направления Начаться Какая-то активность Но что прям Такая полномасштабная Херня Блин Со всех сторон Тебе никто Тебе этого не сказал За несколько дней Не было Ты слушай Там много кто писал Говорил Что-то звонил Но это все Понимаешь Я просто не тот человек Который С мыслями со своими живет Я живу сегодняшним днем Ну типа как есть Так и действую То есть Если бы отмотать назад Я бы ничего не поменял Были друзья в РФ Я в РФ никогда не был Хотя знакомых Там было достаточно У тебя же сестра Насколько я понимаю Двоюродная Да-да Сестра кстати Не Не Ну она Вроде как Проукраинская А те которые Друзья знакомые Были Они Они сейчас Кстати В Казахстане В Дубае Они написали Посточного Пару человек Написало Что мы с вами Мы вообще Не понимаем Что это за херня Происходит Мы за вас Ребята Держитесь Ну короче Пару человек Написало В этом выпуске Мы говорим О продуктовом И аутсорсинговом Бизнесе В видео гостя Есть опыт В обеих сферах Правильное партнерство Чуть ли не половина Успеха в бизнесе И сегодня Я хочу рассказать О компании Которая станет Надежным партнером В маркетинге Чем бы вы ни занимались Особенно Если вы работаете В Битубе Речь пойдет О продвижении В поисковиках Ссылки Все еще Один из главных Факторов Ранжирования В гугл Но как открыто Заявил один из сотрудников Компании Статейку вы видите На экране Ссылки Точнее их количество Не являются Качественным показателем Намного важнее Качество Отдельных линков Грубо говоря Одна ссылка С релевантного сайта Может быть Эффективнее И точно эффективнее Чем сотни Некачественных ссылок А где же тогда Брать качественные ссылки Здесь я могу посоветовать Профессионалов В линкбилдинге Эдиториал линк Это продукт От компании Эдмикс Глобал Ребята занимаются Продвижением Своих и клиентских Сайтов С 2017 года И они Умеют добывать ссылки С сайтов Которые не продают Линки Примеры таких сайтов Вы сейчас Видите На экране Такие веб-ресурсы Не помечены Гуглом Как спамные Соответственно Дают наилучший результат В портфолио У ребят Уже десятки Топовых Своих нишах Проектов Включая Юникорн Компании В отличие от Большинства Предложений На рынке Команда Эдиториал линк Не покупает ссылки А получает их Через выстроенные Отношения Ссылки Из подобных ресурсов Это долгосрочная Инвестиция В ваш бизнес И ценность их Будет только Расти со временем Главное преимущество Команды Эдиториал линк То, что они Не берут Деньги Наперед А клиент Утверждает Каждую ссылку Ребята Накидывают варианты И утверждают Только понравившиеся То есть Последнее слово Всегда за клиентом А десятки Довольных отзывов На популярных Мировых площадках Говорят Сами за себя Кстати Среди клиентов Эдиториал линк И крупные Би-ту-би Компании Так что Если вы владелец Аутсорсингового Или маркетингового Бизнеса Смело Пишите А когда Напишите Скажите Секретное слово Дот-Джи И получите Одну ссылку С стоимостью 350 долларов В подарок Полезного Просмотра Дальше У меня просто был проект Фудекс Основная проблема Вот этого проекта Была в том Что он Очень быстро рос То есть У нас Было Ноль человек Через три месяца Нас стало Практически 200 За три месяца Типа с нуля До двухсот человек Проект вырос Ну и как ты думаешь Ну структура Там все Там все Знают свои обязанности А ты не персонки был Так-то активно Да ты что-то Я реально Эти три месяца Где-то по 16 человек История родилась Следующим образом Появился коронавирус Локдауны Как оказалось У нас отвалилась Часть заказчиков Мы потеряли Там приличные бюджеты Потому что У вас в аутсорсе У нас в аутсорсе Да У нас есть компания PowerCode Которая занимается Аутсорсом И работает У нас там Порядка Наверное Шести-семи Суббрендов По миру То есть У нас есть там Компания В Америке В Англии В Сингапуре В Польше В Германии И так далее Ну короче В больших количествах стран Где-то под суббрендом Работаем Где-то работаем Под Именем PowerCode И короче Мы начали терять заказы Потому что Оказалось Что у нас были Разработки И для ивенторов Типа Технологичные Там Веб-сайты И системы Автоматизации Процессов Там Работы с воронками С клиентами И так далее Они все поостанавливали Потому что Ивенторы Ну какие ивенты Когда локдаун Ну это американские заказчики То есть у нас начали отваливаться заказчики В какой-то момент Я думаю Так Блин Ну а что вообще происходит Как предприниматель Надо загрузить команду И сделать продукт Да-да Надо загрузить Во-первых Загрузить команду И сделать продукт Во-вторых Какой-нибудь Очень крутой кейс И в-третьих Посмотреть Какую бизнесовую проблему Мы можем решить Ну то есть Какую клиентскую боль Превратить в бизнесовый кейс Я так посмотрел Думаю Так Заказать продукты нельзя В Украине Ну типа На тот момент Работал заказ ЮА У них модель Они собирают С магазинов В корзиночках В корзину Ну короче Собирают с магазинов Не со своих складов Узкое место Очень сложно Скейлить бизнес Из-за этого Они начали запаздывать Типа начал расти спрос На продукты питания Курьеров не хватало И нельзя было заказать Через неделю Агент Брикинь Ты заказываешь себе яйца С хлебом А тебе через неделю привозят Вот такая схема похожа И я такой посидел Думаю Блин Вот это похоже на тот кейс Который можно попробовать решить Потому что я тоже сижу Не могу заказать Ничего Но все перегружено И мы решили сделать Формат дарксторов Очень популярный на тот момент Свой склад Свою коммерцию Ну то есть Сделать полностью Весь продукт под собой Свою логистику То есть никакого аутсорса Все внутренняя команда Отдел закупок Свой товар Который мы купили И ну появилась такая идея Мы сначала хотели ее реализовать Для кота ритейла Ну я начал ходить Там появилась возможность логистики Мы там с моим другом пообщались У него много автомобилей в такси было Ну и сейчас есть И он говорит Такси упало на 50% Я говорю О так у тебя есть свободные машины Типа он говорит Ну да Я говорю О сейчас короче Перезавернем тему Попробуем Повозить продукты питания И короче Я сначала зашел к ритейлам К самым большим При том что так Через там условно Одно рукопожатие до первых И они такие вроде как Сначала что-то заинтересовались Потом не заинтересовались Потом начали тянуть резину И в общем Я такой Два дня подождал И думаю Ну наверное Ты долго ждал Ну долго ждал Так и времени не было Понимаешь Ты же такой смотришь Все идет Никто же не знал Сколько будет продолжаться Если бы я знал Что так долго То мы чуть-чуть Получше подготовились Потому что Фишка нашего этого проекта Что мы сделали его за две недели Это типа вообще нереально было сделать Но у нас получилось Понятно что оно Было сделано Мягко говоря не очень Ну потому что Все с костылями Все быстро запускалось Где-то там тупили мы на доставках Идея была основная Запустить за две недели И чтобы это и выполнить Потому что бизнес Тишина была в этот момент И ты такой думаешь Так Ну как это фигня Надо показать Наверное ребятам Что можно бодрить бизнес Даже когда Непонятная херня происходит Я такой думаю Так Ну сейчас что-то Надо сделать Что-то прикольное Хайповое И мы запустили Вот такую штуку И под это Сделали еще Ютуб канал Так это на самом деле Полностью на 100% Правдивая история Там фейка Ну естественно Мы там не все показали Потому что нам Иногда приходилось Решать Проблемы с документами Которые Ну скажем Нельзя было Это решение Показывать на ютуб канале Но Это полностью 100% Правдивая история Мы к ней вообще не готовились Ну то есть Такой бизнес запускается Ну хотя бы полгода Надо было подготовиться Чтобы понять Что как работает Вообще дороговато Для запуска Слушай ну дороговато У меня по факту В Украину Мы проинвестировали Полностью в этот бизнес За сколько Два года он просуществовал Четыре миллиона долларов А на старте Вот эти две недели Нам первых На два месяца Обошлось Где-то на тысяч В 300 долларов Ну то есть Аренда склада Правильно Аренда Мы ничего не покупали Аренда склада Аренда машин Команды Машины друга Или пришлось Что-то другое Ну у друга Мы их брали в аренду Понял То есть Вон такси доставали Да Сначала начали на такси Я возил доставки Ну понятно Что я весь спрос Перекрыть не мог Потом Коммерческая команда Которая взаимодействовала С нашими поставщиками Закупка товара Потому что Ты такой Мы смотрите Мы закупали Мы закупали товар То есть на себя Он у нас на складе лежал Конечно Так А ты думаешь Ну мы сначала думали А что вы не пошли там Типа Ну сельпо не хотели Отгрузить Типа через 3 дня Девятого Нет Ни кто Ну так мы же конкурент Минус был Что мы Так дунули в пиар В этом контексте Что Реально На нас начали Рогом смотреть Весь ритейл Что мы такие Мы сейчас тут ворвемся Они такие Ё-моё Это кто вообще Кто этот человек Он вообще Откуда деньги Он вообще Продуктами Не знаю Откуда деньги Я этот вопрос Кстати слышал Очень много раз Ну аутсорс у меня Нормально зарабатывает Ну это твои были Ты никого не привлекал Сидишь на карантине Такой думаешь Ну надо 300 куда-то В пули Да Нет Вообще-то я собирался Заработать Если честно Я не в пули собирался Деньги же должны Приносить деньги Нет Мы не привлекали На самом деле Ни в одном Моем проекте Ну не считая Там немецкой Эти компании Нету сторонних Ну там просто партнерства Ну вообще сторонних инвестиций В основном инвестиции Все мои Ну полностью У меня знаешь Есть такое Внутреннее Ощущение Что я готов Свои бабки Просрать А чужие не готов Готов взять деньги Но под конкретную задачу Под какую-то педаль газу Пока я не понимаю Условно Мне дают 50 миллионов долларов Я их валиваю И там через какой-то промежуток времени Там возврат инвестиций Или просто Я там получаю Большой валюэйшн Для бизнеса То это понятная история Пока этого нету Типа ты просто Сжигаешь 50 миллионов Очень много таких проектов Поэтому это Мои деньги Да И которые мы взяли На самом деле Я думал Что Ну 300 тысяч Это будет и все Ну знаешь Как типа посчитали Так ну сколько надо Ну где-то 300 тысяч И там все полетит Вообще В плюс начнет работать Но Получилось далеко не так И по факту В этот проект В Украине Я заинвестировал 4 миллиона долларов За два года получается Да За два года Из них Это определенное количество Оборудования Которое мы покупали Это Найм людей Операционная неэффективность Ну это типа Всякие стеллажи Ну да Стеллажи Всякое оборудование Там которое Погрузочное Погрузчики Да Куча Там же всяких Холодильники Морозильники Там Оборудование Которое Сохраняет Тепло Там эти Термосумки Всякая там Термоупаковка Это сумасшедшая Идея конечно На свои вот Это так сдуру За два дня Ну Ну я такой Я типа этот Бизнесовый психопат Я всегда так врываюсь Не думая что я делаю Я иногда могу даже не знать Что я делаю А потом мне говорят Ты че Ты вообще знаешь Кто это был Я такой Нет а кто Мне от этого легче А хорошо Ты что-то конкретно Мне кажется Вспомнил У меня были Были истории Когда Приходилось Уговаривать Что мне Очень страшные люди Деньги вернули Мои Была история У меня лежали Деньги в одном месте Человек эти деньги Собрал И уехал Как это собрал Ну так Типа просто забрал И уехал Условно Все деньги клиентские Которые были на балансах В организации Это типа партнер какой-то Ну типа да Получается партнер И там в этом бизнесе Доля была Короче у бандитов И они пришли И говорят Ну короче мы правоприемники Но никому мы ничего отдавать не будем Потому что у наших денег тоже нет И мне пришлось Уговаривать Чтобы они мне вернули деньги Но у меня это получилось Просто Ну с точки С точки зрения бизнеса Можно было объяснить Зачем Зачем со мной не портить отношения Потому что Ну типа Скажем Есть определенные функции Которые можно выполнять Для бизнеса В том числе Ну вот сейчас Одно из направлений Которые мы активно Развиваем Это там криптовая Знаешь А этот бизнес Связан был там с криптой Мы сейчас Ну я объяснил Что будет Какие будут запущены платформы И мы сможем взаимодействовать И они такие Ну ладно Короче Ну понятно что Они поставили бизнесового человека Туда я общался с бизнесом Они там передавали Потом передавали назад Ну короче История была так себе Если честно Я блин просто Ты прикинь Ты условно работаешь В каком-то бизнесе Ты там топ Какой-то директор Какого-то направления С утра ты приходишь И понимаешь Что шеф собрал Всю наличку Вывел все со счетов И шефа нет И ты такой Звонишь мне И говоришь Чувак Тут такая тема Денег больше нет Баланса больше нет И нету шефа И я такой В смысле Это как вообще Ну и это было Ну реально Ну понятно Что там появились Бизнесовые чуваки С которыми можно было Разговаривать И по итогу Они скажем Вернули Вернули за сколько-то Там за два За полтора года Навернули Весь баланс Который был Слава Богу И скажем так Я больше в такие истории Стараюсь не попадать Потому что у меня Одна из слабых сторон Это сверх доверие Давай про фудекс Вернемся Да, давай Получается Две недели на запуск Сколько там человек Сразу пришлось нанять Смотри Сразу мы воспользовались Теми людьми Которые были У нас было Где-то порядка Тридцати пяти человек В самом начале У меня в тот момент У меня спортивный клуб был Я привлек ребят Со спортивного клуба Которые закрыты Они же должны чем-то заниматься И куда их В проджекты? Не-не Смотри Как бизнес надо делать Надо же сделать ресерч Надо оценить конкурентов И мы это все одновременно делаем Два дня У нас на ресерч Было очень много времени Целых две недели Для того, чтобы поправлять Наши процессы На самом деле Ты уже после запуска Начал ресерчить, правильно? А мы Слушай У нас весь ресерч Ограничивался В самом начале Когда Идея еще была Мы просто Попытались заказать У конкурентов Посмотрели Кто как продает В e-commerce Мировые кейсы Кто как растет И думаю Ну вот все Ресерч В принципе Уровень ресерча И бизнес аналитики Был вот такой И это было все Ну то есть Мы уже реально С первого дня Как начали запускать И тогда начали Люди ходить ногами Условно там В сельпово В АТБ В метро В Ашаны И так далее Ходить смотреть Цены Какие есть продукты Что люди берут То есть Они ходили Реально смотрели Что люди с полок Берут Чтобы понять На самом деле Что нам надо То есть Чтобы ты понимал Мы первую товарную матрицу Для нашего бизнеса Сформировали В моем фейсбуке То есть Я запустил Опросник Google форма Попросил Чтобы все Чтобы все Зашли И написали Хотя бы По одному товару Из каждой категории То есть Ну я же продуктами Никогда не занимался Я просто Чувак Который Покупал продукты Это не значит Что я в них разбираюсь И короче Мы составили Там 850 Или 880 СКЮ Которые Можно было закупить И мы реально У нас Так получилось Что из-за карантина Смогли с половиной Поставщиков Связаться И я на ютуб канале Рассказал Что нам там Условно Кока-кола Блин Не дает прайсы С Кока-колой Кстати прикол был Потому что мы Тогда хайповали Сильно И реально Очень много людей С Кока-колы Смотрели мои Видосы И короче Нам написала Один Директор Одного из направлений Один самый Топовый продавец Киева И еще какой-то Топ-менеджер Типа написали Что за проблема Давайте решить Похоже Что там Кто-то пошел По сейлс-департаменту С косой После нашего видоса Потому что там И просмотров много Я там На других Ютуб-каналах Эту историю Рассказывал Короче Это было Очень прикольно Когда типа Ютуб помогает тебе Делать бизнес То что мы Там не смогли Условно Деньги потратить Вроде как Не проблема Мы не смогли Купить у поставщиков Никаких отсрочек Тебя никто не знает Все начали Чем брать Скоростной доставкой В скоростной доставке Математики вообще нет Вот типа 15-10 минут 20 минут Нету там математики Потому что Есть бизнесы Которые Опережают технологии Ну вот по факту Этот бизнес Опережает технологии Ты не можешь Без человека Дать быструю доставку То есть Ты не можешь Какой-то пневмопочтой Отправить Роботам И так далее В этом бизнесе Нету математики Из-за того Что ты не можешь Получить достаточно Большую плотность Заказов Ну условно Курьер не может Повести Физически Не может повести 10 заказов Ты физически Не можешь Получить плотность Заказов В одном доме Вот этом Каком-то конкретном Чтоб типа Один человек У тебя ходил Просто носил И там Невозможно Получить Юнит экономику Там история Про капитализацию Только пока Ну то есть Возможно Технологии Роботы Смогут возить Реально Сами доставку Но пока Это все Вот эти видосы Когда робот На спине Лежит И у него Колесики Крутятся И типа Он никуда не едет Потому что Есть вот такая История В Америке Проекты стоят Десятки миллиардов Долларов Которые работают И там Фишка в чем Три месяца назад Читал опрос Провели в Америке Готовность клиентов Платить за доставку То есть Доставка очень дорогая Когда ты везешь Вообще в принципе В этом бизнесе Она большую долю Маржей занимает Богатой Америки Извините Буржуи В какой процент Готов платить за доставку Как ты думаешь Двадцать пять Шесть То есть Ты понял Ты растишь У тебя капитализация Сто ярдов Ты в какой-то момент Горишь Ну все Теперь мы будем Работать над юнит Экономикой И включаешь платную доставку И у тебя Остается шесть процентов Заказов Там Два Три подхода Короче Есть Даркстор модель Слотовая доставка Есть То есть Самые жизнеспособные Доставка с магазинов И Даркстор модель Потому что Ты за собой Оставляешь всю маржу Даркстор и не экспресс доставка И не экспресс доставка То, что вы делали Слотовая Слотовая доставка Чтоб ты понимал Разница экспресс доставки Слотовой Мы когда начинали У нас В среднем Доставка Обходилась Одного заказа Триста Четыреста Гривен У нас Средний пробег Был На начальном этапе Пятнадцать километров одного заказа ну разночь раз поняла за даме ты на 15 долларов себестоимость да ну потому что человек стоит бензин стоит амортизация стоит он заказал две пачки и вот это и вот это кстати нюанс экспресс доставки вот эта болезнь то есть ты не можешь быстро собрать много товаров твой потолок ну полторы тысячи скаю ну то есть полторы а у нас было 8 10 на пике тысяч ну то есть выбор и то это блин мало ну понимаешь по факту то есть ты можешь делать условно тысячи искры ты заходишь у тебя одни яйца условно одно там авокадо один тип мяса какого-то там три вида колбасы ну то есть ты не можешь дать выборка и он такой заходит во первых ты срезаешь воронку потому что если человек не может купить все что он хотел он просто уходит и идет пешком магазин во вторых узкое место для экспресс доставки большое количество складов там у наших конкурентов было там 14 складов и получается что ты реально у тебя потери в юнит экономики потому что ты у тебя 14 комплектов людей у тебя 14 комплектов курьеров ну понятно там с каким-то коэффициентом понятно что это не умножить на 14 но там но умножить там не знаю там на 8 например то есть восемь раз больше тратишь и тебе получается ты не можешь получить прогноз что будет заказано у тебя большие списания вот у гориллоса например они с одного у них по моему сейчас 200 dark store of это тоже бизнес по доставу по экспресс доставке продуктов они списывают одного dark store 10 тысяч долларов в неделю посчитай и списывают ну спорте за продукты они испортились они списали запрещают брать сотрудникам эти продукты ну в общем там какая-то еще около политическая история даже там эти 14 dark store of если ты списываешь даже на тысячу долларов в неделю умножь это на четыре недели умножь на 14 складов и типа но большие списания а прогнозировать что у тебя закажут ты не можешь то есть там с юнит экономика начинается проблема только со списаний даже плюс курьеры же ритейлеры тоже такую проблему собственно имеют правильно имеют но они понимаешь они могут за дешевле у них есть штрафик который уже идет в магазин грубо говоря и ты можешь им там поднос подставить а так что ты человеку понял вот мы сделали например у себя на сайте условно уцененный товар мы играли с названием типа уцененный еще какие-то и ну поняла я выступаю мне говорят а вы считаете нормально что у вас там уценка на сайте и ты такой ну блин а что тут такого ну ты начинаешь превращаться в магазин с уценкой и ты начинаешь играться особенно когда ты продаешь продукты звучит действительно так себе я только сейчас понял в этом и в этом и нюанс понял ты не можешь вот так вот делать потому что это заходишь в обычный магазин у них стоит стеллаж того чего подходит срок и они там делают дисконт какой-то там 30 50 процентов и так далее 20 10 ну короче а все остальное ну а типа звуки за ними не ходит да да и ты получается ну проходишь если ты не хочет там ходить ты проходишь а так ты заходишь там горит там спецпредложения у тебя там потому что тебе надо это продать по что ты это просто спишешь и короче ну вот такие типа куча узких мест и это типа не сильно жизнеспособная модель если говорить про доставку с магазинов то есть вообще прикол мы когда запускали запускали бизнес я общался с девочкой они говорят мы запуску хотим запустить в казахстане похожую историю только с ритейлом чтобы дешевле было то есть самый дешевый способ это найти партнера условно сделать просто свою логистику и запуск такого бизнеса обойдется там в там не знаю в 50 тысяч долларов с маркетингом ну так чтоб попробовать протестировать гипотезу типа ничего особо не надо выгружаешь базу заливаешь картинки разворачиваешь какой-то и коммерс вообще арендованный не свой не кастомизированный ничего и все и ты типа пробуешь работает не работает и они короче пошли в казахстане запускать этот запускать бизнес пошли по ритейлу ряд мы будем онлайн продавать товары вот хотим у вас покупать они говорят ну покупайте они говорят не ну так а ну а нам что-то они говорят так а вам зашел добавьте что покупайте так у нас не будет покупать они говорят мы можем один процент вам дать понял и вот это вот проблема узкого места у этого бизнеса что ты не можешь влиять на свое ценообразование на свою маржу потому что тебе дают в этом бизнесе типа там дают ну 5 процентов может 6 может 7 но типа тебе сильно много не дадут а мы работали с маржой 25 процентов 23 процента 20 процентов пробовали там 30 в польше мы когда запустили проект вообще по другой модели с эксклюзивом зашли на эксклюзиве у нас маржа была там 35 процентов 40 процентов и люди покупали а когда ты продаешь то же самое что в супермаркетах но как-то извините типа хлеб кто-то продает за 5 гривен а ты что типа за 8 будешь продавать и скажет пошел ты в жопу но особенно в интернете из-за того что сильно погрузились в ритейл но типа есть товары которые ты должен держать цену ну типа как все или первую или самую нижнюю типа до хлеб яйца типа там молоко ну то есть какие-то базовые вещи потому что люди могут оценить по каким-то группам товаров ну например сколько хамон стоит ну вряд ли кто-то знает сколько стоит там килограмм свинины ну думаю чтобы много людей знает и типа могут примерно понять дорого это или нет по хамону ни хрена не пойми и поэтому на эти на этих товарах ты там практически ничего не зарабатываешь с ритейла приходишь в но мы просто прорабатывали разные схемы они говорят но смотрите вот яйца молоко хлеб мы вам можем дать полтора процента как полтора процента мы тут не заработаем ничего не говорят ну так мы тоже ничего не зарабатываем ты такой да не может быть а ты не знал не я не знал но они действительно зарабатывать на этих товарах да или если вы зарабатывать очень мало поэтому они покупают заводы шопу удешевить себестоимость запускает свои типа ядерные продукты получая якорные на которые ты ведешь трафик но у нас оказалось такой прикол короче у нас знаешь мы чуть переломили маркетинг и попробовали разные другие штуки но типа товары не первые необходимости у нас получается контингент был средний плюс то есть у нас там порядка по 30 тысяч клиентов было уже но мы нормально там наваливали баз и мы делали такие штуки например выходит там какой-то топовый продукт типа клубника ну вот начинается там стоит там 500 гривен клубнику все хотят она начинается но очень дорого и когда ты ставишь условно на баннер и гонишь трафик на конкретное предложение по клубнике там у всех она стоит 500 гривен а ты ставишь например 250 делаешь это по полкилограмма ставишь цену 125 на баннере клубника и и один из кейсов просто банально очень дешевый маркетинг на такую штуку ну типа мы трафика налили вообще мы поломали себе бизнес в этот момент то есть реально через где-то минут 40-50 уже начали звонить что закрывай все слоты мы не можем больше обрабатывать заказы мы продали тонну клубники за где-то за 40 минут тонну клубники купили еще две или три тонны их тоже продали поэтому это для расчет на что на то что набить базу или доп продажа а это все набить базу дешевые лиды классный маркетинг хайп под это еще какая-то акция люди просто репостят шот блин ничего себе охрененная клубник и надо чтобы был классный продукт то есть у нас первая тонна была закуплена и мы продавали ее в минус остальное на остальных мы заработали и у нас средний чек если у нас был условно до этой акции там в районе 1500 1700 ну то есть очень большой средний чек у нас закупка типа такая большая кто у нас из-за этой акции он упал до по моему 1350 ну то есть по факту пришли за клубник офигенно не так а чё за клубникой мы чуть-чуть потеряли а заказов было там x5 поняла мы сломали просто сломались и потом эта база ну типа активная небо за активная так мы по факту все равно на этом заработали не купили только клубнику то есть мы делали так с авокадо мы прикалывали знаешь и брали какие-то трендовые товары от которые но все там знают что это там прикольно там какой-то там коктейль алкогольный сделать мы там ставили какую-то штуку там на супер известную там какой-то шампанское ли там просека знаешь типа все знают что такое просек ты ставишь просто просека по какой-то цене смешной типа там 50 гривен и к тебе наваливаются люди потребительского терроризма было очень мало но когда люди типа условно выкупали 10 ящиков просека такого не было не ну бывало да кто-то покупал там 10 единичные случаи там 10 бутылок знаешь а бывало что покупают 5 бутылок и еще там до хрена всего и в итоге чек там 5000 или там 10000 то есть у нас заказы были по 1000 долларов прикинь в продуктовом магазине но это кошмар вообще если честно как вы процессе ли у нас было две две украинских компаний которые процессе ли платежи когда у тебя очень маленькие но вообще рентабельно с целом бизнеса это вообще мы их там отжимать лента или сколько они брались 5 на самом деле так и было там за каждые 02 03 процента мы по моему когда уже через два года у нас комиссия 2 с чем-то было ну то есть это много для вашего бизнес так и понятно да когда ну у тебя типа ты такой у нас решил делать платежку у нас на самом деле да есть есть еще куча проектов которые сейчас давайте с этим футбик сам разберемся короче авантюра такая конкретная по моему да и до этого ты сидишь в спокойном эти бизнесе все нормально понятно кризисом пришел и все же в оффлайн просто это кошмар короче один из водителей это наверно на первую неделю запуска на бусе он не поставил на передачу а или поставил на передачу и она сорвалась или сорвалась с ручника и он стоял за машиной его своей же машиной придавило об стену ну типа мы там вообще никоим боком не участвовали он вообще просто наш курил блин ему сломала таз прикинь но он живой но это прикинь мы такие делаем первая неделя да это первая неделя я мы сталкиваемся с какими-то проблемами типа оффлайна понятно что это типа идти бизнес там мы в системы погрузились тоже об системы споткнулись лицом ударились о пол как обычно потому что мы запустили сайт чтоб ты понимал из-за того что мы сильно много рассказали о проекте что мы сейчас всех естественно после 20 минут как мы запустили нашу платформу и начали принимать заказы мы получали додоса так у нас 800 тысяч запросов прилетела за какие-то там буквально там пару минут естественно но все улеглось и мы такие что это было может это много заказов так когда начали структуру запросов смотреть с индии с россии с германией мы такие а ну понятно нет наверное не заказы у нас есть несколько идей кто это мог быть но блин конечно такая сети ну конечно ну типа конкурентно прямые ну да прямые конкуренты которые занимаются продуктами не идти компания идти компании наоборот чтоб ты понимал мне присылали с разных эти компании скрины внутренних чатов как пишут блин влад просто герой я типа за всех аутсорсеров писался такой мы аутсорсеры мы сейчас всем наваляем и таки блин класс вообще вот это чувак валит вообще что-то делает он просто бэтмен там ну короче всем было прикольно потому что чувак с аутсорса делает продукт и еще и продукты там в этом всем замешаны и короче прикинь ты начинаешь сталкиваться с этими оффлайн проблемами типа чуваку сломал мне звонят говорят тут чуваку сломала таз я говорю смысле это шо это как это все мы сейчас все сядем в тюрьму ну понятно мы ему помогли там мы вообще но наша компания как бы к этому вообще ни при чем по факту было то есть он условно не грузил вот так не держал не загружал там заведенная машина не стояла потому что надо было быстро стартануть он там просто курил в этот момент но мы ему помогли оплатили операцию все эти дела ну ты прикинь мне звонят и говорят я такой айтишник короче мне звонят горят у человеку то сломал и такой какой-то с мы в тазы какие-то продаем какой-то сломали ну в общем и реально у меня был такой шок ну понятно шума эту историю решили и куча у таких вещей да а или знаешь как прикол что такое классный маркетинг классный маркетинг когда ты вешаешь большую интеграцию на дохренищу машин такси и тебе звонят из прокуратуры и говорят тут ваш водитель пьяный врезался такой бог это не наш водитель это просто наша реклама и тебе звонят клиенты говорят ваши конченые курьеры они меня подряд я у вас никогда в жизни не закажу а это просто реклама на машинах нам звонили с прокуратуры нам звонили нам звонил следователь нам звонила звонили говорят тут ваш водитель мы говорим это не наш водитель и вот это луну типа постоянные звонки в кулсы колл-центр буржи а ты вот там проходит проходил свидетелем по какому-то делу по разбой а это в то время или нет это не то это у меня в подъезде чувака грабили я знаешь когда типа хочешь помочь а тебе делают так все хуже только ты такой смотрите у меня камера я все записал они говорят но надо написать ну короче мы тебя запишем свидетелям что ты все видел типа приедешь на опознание так я как видел у меня камеры они говорят ну вот я так вы сделаете экспертизу ну просто вот у меня же есть изображение он передал мы короче записали меня свидетелям по разбой еще там такого типа гемора было у чувака отобрали 200 гривен с кошелька ну короче блин ну понятно что тут не в двухсот гривенах вопросов от него побили в подъезде но просто разбой же ну да разбой ну короче он типа пьяный шел знаешь такая история чисто как начинается очень плохие истории фильмах ты идешь пьяные по улице набираешь домофон а те сзади вот так дверь открывают но понял сзади тебя и ты такой о спасибо и заходишь когда-то проходи и но там просто это на камере все видно было значит а так и было да да дверь приоткрыл и не это в запорожье я так понял стоит для тебя была авантюра она закончилась но судя по твоим словам вообще неплохо да неплохо ну смотри должно было быть лучше потому что по факту мы проинвестировали там чисто в украину в районе четырех миллионов долларов но это и айти там большая часть то есть это там где-то полтора миллиона там войти было остальное в операционку в найм найм кадров операционную неэффективность плюс маркетинг мы в маркетинг лили там 100 150 тысяч долларов в месяц понял на пике это прям ну кошмарный кошмар и по факту этот бизнес когда началась война 24 числа бизнес имел капитализацию минимум 8 миллионов долларов но минимум то есть четыре положено 8 капитализации если просто для себя так просто ну типа мультипликатор 2 от еще еще два не один мультипликатор не 2 а сколько вы зарабатывает тогда мы тут не в заработке там от оборота считалось и коммерс стартапы считались от оборота при том что мультипликатор в европе был 8 или что надо 8 и получается что если бы это было в европе в европе мультипликатор 10 то есть вот это то что мы сделали в украине стоило 80 ну понял то есть минимум 8 4 мы положили то есть 12 миллионов и считай чистого минуса я получил пошум и собирались привлечь под этот проект и мы как раз работали над юнит экономика и она у нас получилось по итогу но просто на не все время минус вала надо минус вала то есть все думали что я там типа зарабатывать деньги какие-то огромные с этого но на самом деле как можно зарабатывать огромные деньги если у тебя там доставка очень дорогая вот на слотовой кстати чем мы не договорили слотовая доставка получалось от 40 до 70 гривен за доставку то есть в слот когда ты в большую машину 15 заказов она везет в слот во временной типа полтора часа два часа три часа ну то есть мы с разными экспериментировали доставка маршрутные планы ты четко человек успевает развести там до 40 заказов но это прям конечно сильно упороты а так на лайте это 30 35 и себестоимость упала реально с этих 400 гривен потому что мы начали убирать супер быструю доставку за 90 минут которая вообще супер быстро уже к тому моменту не было то есть киллер фича потеряла свою за свое основное свойство и мы смогли получить реально вот такую доставку от 40 там до 75 гривен там 80 то есть уже там юнит экономика начала сходиться складская логистика мы там поработали с автоматизацией системами там складской логистики и так далее мы там получили эффективность уменьшили количество персоналов и повысили эффективность с помощью там разных простых оффлайн технологий онлайн технологии мы там тоже получили хорошую историю и маркетинг тоже который начинался с чтобы ты понимал первые клиенты нам обходились короче в где-то 1500 1800 2000 гривен за 6 лет так ты прикинь человек который продукты покупает но это я считаю томат я столкнулся с большим количеством маркетинговых компаний с которыми мы работали в этом ключе и я просто посмотрел насколько есть непрофессиональные или левой ногой делают или дают те неопытную команду и знаешь основная история что они тебе говорят ты там созваниваешься я не буду называть кто это был но это просто кошмар это одни из самых известных и топовых компаний по маркетингу и ты такой говоришь тут 3000 гривен стоимость одного привлечения какого хрена они такие ltv ты такой класс какое они такие ну хрен знает она посчитать мы такие таковну мы вообще-то у нас цель созвона об этом поговорить надо было посчитать наверно до того и у нас были привлечения самое топовое у нас было по моему 25000 гривен за клиентов который купил на 800 гривен кстати даже не в средний чек не попал скажи мне пожалуйста с этим бизнесом вообще ты жалеешь что его делал не жалеешь не вообще не жалеешь потому что это был охеренный фан охрененный опыт и мы познакомились вообще с большим количеством крутых людей с которыми ну дальше там driving разные крутые штуки но то есть у нас есть очень мощная доменная экспертиза в qgrocer ну это как раз вот эта быстрая доставка то есть мы сейчас работаем с большим количеством компаний которые связаны как айти компания понял у нас в этом и прикол у нас очень плотная доменная экспертиза мы знаем какие системы стоят в сетях то есть вы идете в футехи типа и говорите что я вам сделаю точно хорошо потому что я уже свой бизнес и как-то мы слушаем и созванивались с центральным офисом глава глава офигела что мы делали они говорят так а деньги вы откуда взяли так это наши деньги все таки уху ну типа звучит звучит мутно типа зачем вы это сделали это же классические стартапы у них а у нас такой не классический потому что надо было сначала понять куда там деньги нужны и зачем и тогда их взять потому что тоже на раннем на ранней стадии условно но прикинь при оценке 8 миллионов для такого бизнеса там типа 2 миллиона 3 миллиона это не особо деньги понял ты сильно не вырастешь за эти деньги ну ты можешь там половину в маркетинг уложить но посчитает 8 миллионов ты 3 ты теряешь типа огромную долю хороший кейс был что мы проинтуичили и запустили бизнес в польше 21 21 21 мы его спустя год продали спустя год продали бизнес в котором 2 миллиона евро оборот так вы вообще я так понял продали именно польскую дочь нам и продали польскую польскую продали дороже чем ты инвестировал и в польскую украинскую мы считали только как польский бизнес и продавали как польский у тебя минус все-таки получается в общем но я думаю что в общем мы выйдем все равно с плюсом потому что кейс окупается по другому с точки зрения эти технологии и технологии которых мы получили во время написания этого проекта то есть то есть платформа на которой есть платформы есть там в мск есть delivery management system ну короче куча всего написано то что имеет прихладной характер и то что мы продаем то есть в этом есть прямо мы заработаем сто процентов с этой истории даже думаю что может уже заработали но самый прикол в том что в европе начали получать кучу проектов и в том числе ребята которые купили проект они дальше являются нашими клиентами по идти и мы дальше развиваем футэк направление строим и коммерс историю я понял точно купили на данный момент точно в минусе и она на данный момент минусе да по факту если проекта в украине фактически уже тоже нет ты один из тех предпринимателей которые публично показывают что он делает по донейшинам помощи закупами и прочее почему решил публично это делать я во первых сторонник равноценного обмена то есть есть теория там как взаимодействует мир между собой это должен быть в идеальной картине мира равноценный обмен на что-то ну то есть ты кому-то что-то дал те что-то должны взамен то есть это публичная история сначала начиналась просто как помощь за спасибо понял был такой обмен потом ну поменялась теория я понял что поменялась стратегия помощи потому что я понял что на самом деле большое количество людей хотят помочь не знают как не знают куда не знают зачем я начал публично освещать все эти закупки там помощи там автомобили и так далее чтобы показать пример чтобы показать туда куда это можно давать эту помощь то есть но там потому что репостят конкретно ребята которые доставляют к конечнику потому что просто типа фонду дать просто денег нагрузить ну мне больше нравится чтобы я понимал кому это конкретно нужно туда и туда не вообще еще лучше так я и так и так делаю дело в том что я как раз так и так и так и делаю и тут вопрос в том что одни говорят что ты там пиаришься на этом с другой стороны это наоборот пример который должен повлечь за собой люди остальные тоже участвовали в донатах чтобы они понимали что никто не останавливается предприниматели активно в участвуют и реально ты видишь когда ну ты типа девочки то репост или и рассказываешь какие-то истории там потом ребята с обратной связи выходят говорят что там от тебя по приходили люди они нам тоже там по помогали кто чем кто какие-то какое-то оборудование передал как кто-то дроны кто-то там помог там найти производство или по себестоимости что-то сделал то есть это прикольная история когда мир начинает вращаться быстрее за счет этой помощи потому что мы реально наша задача победить я реально готов что угодно сделать чтобы это быстрее закончилось только к сожалению но типа я один не могу на это повлиять а вот когда мы рассказываем об этом показываем пример показываем что мы конкретно делаем то это естественно помогает ускорить этот процесс друзья война продолжается несмотря на хорошие новости с фронта давайте не выключаться и ежедневно делать максимум полезного для победы украины как всегда в комментариях в описании к видео мы оставляем ссылки на проверенные фонды на фонды которым мы доверяем это и милитари фонды и фонды помощи детям которые остались без одного из родителей или без обоих родителей и кого я знаю лично никто хочет помочь украине стратегически можно писать мне директ я подскажу что можно сделать спасибо на 24 февраля сколько людей работала где-то под 100 человек и все все остались без работы надо все остались без работы бизнес потерял смысл в тот момент блин я на день потерял смысл жизни вообще потому что я вообще не понимал что мне делать но типа у тебя были проекты какая-то жизнь ты куда-то бежал что-то думал какие-то бюджеты у тебя были где-то у тебя бизнес приносил деньги и ты просто в один момент вообще не понимаешь что происходит и ну плюс сообщения практически наверно процентов 70 уехали из киева те которые остались мы с трудом забрали ключи от склада мы поехали раздали все продукты отдали там детские сады отдали ресторатором которые готовили для там засу и людей отвезли там часть в школу часть в дома престарелых короче мы тупо раздали бизнес раздали бизнес при том что и холодильники морозильники и там наши и там термооборудование все пораздывали там у нас рации на складе были суши рации все раздали ну короче все что было а не было смысла как бы заморозить бизнес не ну продукты понятно продукты раздали красавички а вот придержать нет не знаю наверное доставка восстанавливается до вас и восстанавливается до ребята типа зарабатывает просто понял одна из проблем стартаперов не умение посмотреть нас на себя со стороны плохая оценка бизнес потребностей и существования боли понял мы момент когда началась война проблема сходить в магазин вообще стала не проблемой то есть это но бизнес который решает выдуманную проблему до большая проблема вот этот стартаперского майнсета типа ты начинаешь там же она по квадранту двигается знаешь эта история когда всем надо хрене на это а потом потихоньку если ты не делаешь пивотов если ты не модифицируешь и не дополняешь ценность своего продукта то в какой-то момент просто теряется и типа просто получить доставку уже было не проблема знаешь почему потому что просто в магазинах не было продуктов ну типа не то что доставка я доставка на складах не было продуктов и мы начали в этом контексте кстати мы попытались сделать пивот мы не просто так отпустили эту всю историю мы попробовали оптом продавать товары в украину из украины мы повезли соль естественно ну все повезли соль соль это было супер востребовано потому что там в украину да да в украину пошел самый большой солевой завод который возил вообще на весь мир на всю европу его там развалили типа соли не стало ли мы начали там возить что-то соль сахар но какие-то всякие штуки которые пробовали масло с украины возить но но по факту типа этот пивот не получился и мы вообще на сегодняшний день вышли с продукт с продуктов вообще пошла началась война надо было спасать все бизнесы которые были мы перефокусировали свое внимание на направлении айти и на направлении финтек которая тоже как бы идти направление просто типа с финном связанная потому что мы и сами являемся и агрегаторами и операторами в имеем свои финансовые инструменты институты и тут в польше запускаем большую историю сейчас которая я думаю будет капитализирована там несколько миллиардов и достаточно быстро что это будет некий необанк то есть мы сейчас с партнерами с литвы на уже с готовым продуктом запускаем историю которая будет имитировать карты которая будет давать вот до платеж ну то есть по факту это большая платежная ими лицензия которая у нас уже есть и мы получаем 4 платежных лицензии в польше малых которые будем апгрейдить чисто до польской большой платежки чем мы тут уже все разобрались поляки не любят не поляков но впускать два дня прошло не тут мы тут мы уже долго мы над запуском проекта работали еще до войны просто война по факту ускорила пришло понимание что надо больше европейского бизнеса хотя у нас офисы там везде есть куча каких-то там клиентов за границами типа мы условно на украинский маркета толком и не работали если с точки зрения идти даже не то что у нас там пару клиентов это из который там с моего инстаграма там приходят и так далее перестать на обзывать аутсорс айтих не кажется аутсорс это идти да ну то факт уже у нас гибридная компания аутсорса с продуктами поэтому типа блин как это называть это чистое это тоже неправда чистый продукт это тоже неправда потому что мы делаем и для греха на дело я уже понял что неправда потому что по факту я так понял что компания вот футеха она принадлежала тоже power коду или как или как почему-то мульта разработки сейчас я так понял остался там ну вот это да ну то что мы сначала критиковали типа на бенче не надо делать вот это все пилить не так это не на бенче было даже не на бенче мы будем вернулась на бенче получается так но потом когда мы закрыли проекта чуть-чуть бенча появилась не на самом деле ну да есть есть свои нюансы но я стараюсь строить так компания чтобы внутри ну то есть внутренний подряд с конкуренции то есть нету обязанности заказать у нас некоторые штуки делал не power код чтоб ты понимал приходят говорят надо там сделать какой-то там продукт веб-сайт не знаю там мобильное приложение power код читает говорят нам дорого мы идем у других заказывать тому фрилансеров бывает заказывать ну то есть у нас внутри мы работаем над тем чтобы была внутренняя конкуренция ну то есть ты потом можешь сделать аналитику ты говоришь а чё в идее это сделали не говорят там ну там в другой компании ты реша почему но горит но вот потому что две оценки смотри вот оценка той компании оценка от power кода у power код там на 10 тысяч долларов дороже у нас типа не было такого бюджета и ты с помощью этих данных можешь работать с тем чтобы условно у тебя нету обязанности коррупционные типа заказывать только внутри потому что от этого начинает там часть людей на летит и такой это типа внутренний проект сейчас мы там вообще любые часы тратим туда она работает как коммерческий то есть приходит заказчик это работаешь с ним у нас такая же agenda для работы с внутренними проектами как для заказчиков то есть ты приходишь ты решишь скидоса не сколько стоит ну нету скидоса ну то есть есть у нас есть там градация условно там для разных типов клиентов от типов там условно в партнерский рейд это попадает то есть это такой же рейд как придет у нас закажет какая-нибудь там идти компания аутсорсинговая которым нужны там люди или разработку у меня в какой-то момент мы начали внутренние проекты делать в два раза дольше чем наши конкуренты я просто понял говорю что смотрите мы вам у нас просто по каждой компании свой пенель это нету такого шоуна в общем котле типа и ты там такой ну в общем плюс вопрос вообще как-то это все обедено в какую-то группу холдинг или какие-то пафосные слова есть на этот счет это у меня в голове потому что материнка есть бы кофе все с общей какой-то всей структурой по факту управляет но думаю где-то до пяти человек всей типа все что есть кто тебе нужен юрист юрист финансист операционный директор по который контролирует по факту все направления и чекает тоже дополнительно еще за финансистом инфу ну и я получается через это ну да но 4 еще есть еще один финансист ну который типа перепроверяет то есть то есть финансист операционист обоих финансистов так или на самом деле там у нас чтобы понималось и открыть наши эти все данные это блин могут седые волосы это потому что расходов очень много зачем тебе публичность ну вот до войны это что и активно культивировал не знаю взращивался это публичность помогает мне вести бизнес то есть я генерирую лиды из генерирую заказы новые контракты не знаю легкость закрытия сделок легкость прохождения комплайнса у моих бизнесов но не в банках не во всех но тем не менее в польше мы открыли сейчас 4 компании и в двух случаях помог мой инстаграм то есть ты показываешь инстаграм они говорят все ладно мы поняли инстаграм реальные подписки легиво там было все да и и вы тоже были не убили аккаунт нет не убили но подпортили естественно шо и вы отписки ты просто попадаешь в механизм мы мы типа делали все у нас там куча коллаб куча публикаций с перекрестным трафиком инстав фейсбук и так далее какие-то гивы какие-то там акции какие-то свои промо делали какие-то там рекламные интеграции реклама и так далее ну в общем всякая но чтоб ты понимал у меня реклама стоит 1000 долларов минимум 2 stories и у меня периодически покупают сколько компаний сейчас в данный момент у тебя рабочих рабочих но я думаю что где-то до 10 сколько из них из них плюсовые думаю что где-то половина половина остальная половина в процессе того чтобы стать плюсовые пошу война очень много всего поменяла я сделал почти все плюсовое ты такой не но это старта ладно пусть он развивается когда у тебя на стоит война ты такой понимаешь так война я наверное стал нищим у меня наверное нету нисколько денег чтоб инвестировать ни в какие проекты и ты просто с каждым проектом общаешься и говоришь смотрите дофинансировать сейчас нет возможности сколько заработать и столько поделите вот это один из основных подходов которые применил во время первых дней и он отлично сработал счастье проектов по уходили люди которые не готовы были решать проблемы а только их создавали ну вот там да общие риски еще я получил хейт мне говорят так как это так мы хотели типа там лояльность от компании я говорю это какая лояльность лояльность выглядит как деньги с аккумулированные на счету если типа проект все это время около нуля был и не накопил денег или там получал дотации периодически ну а какая лояльность я как могу с кармана сейчас финансировать если я вообще не понимаю осталось ли шо то или нет то есть я подумал что у меня еще я обнулился полностью думаю вот это прикол все сначала начинать но по факту оказалось не так слава богу еще обсудим а какие проекты закрыл я закрыл что получается фудекс вернее гудекс украинский был сразу закрываем гудекс или фудекс мы запускались под именем фудекс 24 потом у нас там начались судебные джазы больше начинается еще на сколько прямо как мы мировую подписали не мы поговорили что мы меняем название мы сменили название вы валили в маркетинг дохрена денег чтобы рассказать о том что проект сменил название в польце у нас торговой марки по европе у нас торговые марки по дятам в штатах по-моему еще в англии отдельно зарегистрировать то есть тут нету как бы с этим проблем поэтому мы поменяли То есть тот закрыл польский, работал, но с польским проектом тоже был прикол, потому что в какой-то момент вся команда начала заниматься помощью Украине, и реально проект начал уходить в глубокий минус, потому что начали там собирать, мы отправили там порядка, не знаю, 40 фур помощи в Украину в тот момент, и типа потом, когда условно там через два месяца мы начали, уже все раздуплились и начали работать над развитием проектов, начали смотреть, так а что за фигня получилось. А получилось то, на чем фокусировались, там и хороший результат. У нас на пике тут тоже было где-то человек, наверное, под 40 задействовано. То есть 100 в Украине и 40 здесь? Ну да, к тому моменту уже тут, наверное, было где-то человек 18, может, ну то есть уже мы там тоже начали работать над юнит-экономикой, чтобы она нормально сходилась, бизнес же должен хорошие деньги зарабатывать, потому что зарабатывать, типа, тысячу долларов, ну мне, типа, неинтересно вообще. Лучше минус, чем тысяча долларов. Когда у тебя 50 бизнесов и главное, что они хоть чуть-чуть плюсовые, тебе не подходит? Не, подходит, подходит. То есть мы сменили, после войны я сменил парадигму, я сейчас, скажем, инвестировал в идеи, сейчас инвестирую только в проекты. Сейчас инвестируем только от MVP, я, ну, мне постоянно пишут... Даже если команда минусовая, и будет минусовая год, ты сейчас инвестируешь, что такое? Я могу проинвестировать, да, но я должен понимать, ну, то есть, если ребята разрабатывают продукт, то он не может быть плюсовой, ну, там, грубо говоря, у них есть кор какой-то, который монетизировать нельзя, он уже рабочий, это, типа, проверено, клиентам это надо, но его еще надо завершить, ну, понятно, это будет минус, ну, то есть ты еще там... Ты достаточно быстро восстановился, я тебе скажу, с начала войны. А когда ты, кстати, вернулся в строй? Ясно, я с начала войны проинвестировал, думаю, уже порядка двух, порядка двух миллионов долларов в разные проекты, от блокчейн-проектов до, там, криптовых всяких штук. Я про сторонние, не в свои же реинвестиции, а в сторонние? Не в сторонние, в сторонние. Где ты их находишь сейчас? Так ко мне приходят постоянно, вот я сейчас рассматриваю... Ну, это Украина, это Европа, это что? Это украинские ребята, но с прицелом, естественно, на Европу или мир проекты. Мы сейчас рассматриваем тоже один неплохой блокчейн-проект, тоже там на, что-то там, чек типа в районе 200, но тоже они же монетами насыпают. Ну, это по факту equity, но только они насыпают монеты. Наша задача, чтобы проект выстрелил, то есть у нас есть, у меня команда аналитиков, которая работает вот сейчас конкретно там с криптой, с блокчейн-направлениями, то есть мы там запускаем проекты в этой нише, и мы исследуем проекты, им помогаем как советники. То есть мы можем людей в борт добавить, ну, ты понимаешь, это типа... Так они ничего не даст все равно, ну, если у тебя нет доли в этом проекте, ну, если только монеты... Ну, понятно, нет, это понятно, ну, это, короче, разный может быть подход, где-то доли, где-то так, то есть по-разному может быть. Знаешь, такая история, все просто знают, что я там по чуть-чуть инвестирую, скажем так, и мне накидывают... Ты сам об этом говоришь, просто... И да, и мне накидывают проекты, и я когда понял, когда мне скинули... Просто монетно кошелек... Не-не, во-первых, у меня было одно предложение, знаешь, типа по проектам, типа список, и говорит, вот, типа кошелек, заходи. Я такой, что? Разве так делается презентация проектов? Я думаю, нет, в такой и заходить пока не хочу. Это как в темную, да, называется? Ну, да, так у меня просто, знаешь, это как говорят, когда домохозяйки начинают говорить на кухне, то будет беда. Так у меня, короче, такая история, когда люди вообще не связанные с криптой, с геймингом, с IT, ни с каким, ни с аутсорсом, ни с продуктом, ни с каким, кидают тебе, что они начинают там play-to-earn проекты, можно сейчас зайти с инвестициями в... И в стартап ты такой думаешь, да, похоже, ну, и ты понимаешь, как бы зачем это сделано, хотят хайпануть, типа монеты слить условно, и все, типа. Такие спекуляции готов? Да нет, мне такое не нравится. Я больше за фундаментальный подход, потому что в какой-то момент просто деньги меня перестали интересовать, то есть у меня задача просто зарабатывать деньги, это неинтересно. А когда это случилось? Я и так зарабатываю. Ну, мы где-то лет 5-4 назад, ну, то есть, когда ты понимаешь уже, что, ну, в принципе, с деньгами все в порядке уже. Ну, это ты заработал за год много денег в тот момент, или ты аккумулировал в тот момент деньги, или ты что? На самом деле, просто момент, что зарабатывал больше, чем тратил на порядок, и понял, что деньги ради денег просто не имеют смысла, надо быть настоящим создателем чего-то. Поэтому и начали появляться разные проекты интересные, мы начали строить комьюнити. В тот момент был только PowerCode? По факту, наверное, да, но я просто, у меня начало моей карьеры вообще смутное, знаешь, я там начинал вечеринками заниматься на них, попал, потом начал e-commerce, это очень много, да, историй всяких. Я хочу еще спросить, но давай так, честно тебе скажу, я пробовал абстрагироваться, если вот я зашел на твой инстаграм-аккаунт первый раз, то я бы подумал, чувак какой-то из крипты, где-то заработал там деньги, и что-то, короче, куча у него бизнес. Это так и не так? Да нет, на самом деле не так, но на крипте мы сейчас зарабатываем неплохо. Сейчас или уже успели заработать? Уже успели заработать, с криптой я связан уже где-то порядка, думаю, 3 года примерно так, 3 плюс, 4. То есть ты успел до нового булрана вот этого? Ну да, я успел везде попасть, но мы на самом деле больше работаем, скажем так, наша задача развить финтек-направление в этом ключе, и мы сейчас, одна из задач, соединять фиат, с криптой и с платежными инструментами, чтобы люди могли там понятным процессом карточкой пользоваться криптой, то есть соединить там карту не напрямую через шлюзы, там через мерчанты карту с криптой, и ты мог пополнять себе счет, кошелек, зайти условно в отделение, снять тысячу злотых или положить тысячу злотых. То есть сейчас этих инструментов практически по миру не существует, то есть есть отдельно карта, есть там, не знаю, какие-то украинские проекты, которые там вроде как связаны с, крипта связана с картой, но там получается вмешивается там курс нацбанка, и уже это не совсем связь, какой-то там внутри налог получается на курсе. Мы хотим это все обойти, и поэтому мы работаем, скажем, у нас там несколько бирж-партнеров, у нас есть платформа, которая помогает выйти в фиат, там с фиата получить крипту, монеты там, и мы собираем лучшие условия с нескольких бирж, то есть, но чем, типа, эта платформа лучше, чем биржа, типа, мы можем дать лучшие условия там по разным монетам или, там, условно, по тому же тезеру, или там по картам, или по курсу, или еще почему-то, то есть задача, это было построено на, как B2B бизнес, и сейчас мы выходим в розницу, скажем так, с этой историей, и собираемся открывать отделение в формате необанка, со счетами для клиентов, со счетами для компаний, то есть это все будет... Ну, отделение это, и опять на свои, скажи, еще? На свои, конечно. Это сколько будет стоять запуск? Это будет Польша пока, потому что заходить сразу одновременно везде пупок развяжется, в Украине это сейчас... Так я же просто про это испанчу, блядь. Пупок развяжется, ну, короче, мы пробуем на Польше, я думаю, что это будет порядка 15-20 отделений по Польше, и это будет, ну, такой некий гибрид необанка с отделениями, потому что можно будет условно и просто вестерном перевести в Украину, грубо говоря, деньги, пополнить себе карту любого банка, счет, выйти с крипты, зайти в крипту и так далее. Похоже на кантеры, да? Ну, это типа, да, это такие будут модные, а-ля модные кантеры в стиле банковских отделений в Польше, ну, как, типа, сидит девочка-консультант, которая тебе может, там, рассказать о услугах, потому что перечень достаточно большой, я даже, ну, скорее всего, тебе все продукты и не назову, потому что, на самом деле, там и B2B-сегмент есть, и B2C, потому что мы и клиентам счета будем открывать, и бизнесом. Черт, ну, это вообще сложный бизнес. Ты всем другим перестанешь заниматься или как? Да нет, слушай, ну, у меня будет сейчас фокус конкретно вот на вот этом проекте и на аутсорсе, то есть мне на два проекта хватает. Это сложный проект, но у нас, смотри, часть, типа, банковскую часть мы перекрываем уже своей экспертизой, которую мы собрали, и мы собрали несколько людей из банковской сферы серьезных. Ну, а в кей не будет, я так понял? Будет. Будет тоже. Да, мы заходим с партнерами, у нас уже есть продукт. Так, хорошо. Уже есть конкретный банковский продукт. Просто, мне кажется, 2-3 миллиона, это вот тут на месяц. Это же без разработки. Ну, то есть нам практически ничего уже не надо разрабатывать. Это просто сама механика получения лицензий. Тут надо все официально, все лицензии получить. Чтобы получить лицензии, ты должен доказать свою платежеспособность, ты должен показать пару миллионов евро на счету. И, ну, типа, это отдельное направление, знаешь, ты такой доказываешь, что ты не олень. Партнеры, которые поддерживают Россию в войне с Украиной, есть? У тебя куча просто бизнесов? Нет, таких нет. Те, кто поддерживает, точно нет. Что это за Уолтон Софт Компании? Ты там в борде. Это наш новый проект под рынок Скандинавии. А Алан, чувак с фамилией Валтонин? Алан, это мы с ним познакомились, короче, в Эстонии. Он, ну, с IT-индустрией. А что, он делал очень много проектов для русских государственных компаний, если ты не знаешь. Я, кстати, не знаю. Welcome. У него российский флаг в этом висит до сих пор в Инстаграме. О, надо ему сказать. А, я ему, по-моему, кстати, не, я, наверное, за это не написал. Он просто разговаривает на русском, на английском, эстонском, финском. А это значит? Просто в контексте кучи хвастовства про сотрудничество с Сбербанками разными, это выглядит внутри. Ну, я понял. Тай, на самом деле, не, он адекватный чувак, он не поддерживает Россию. И это значит просто языки, на которых он разговаривает. Это понятно, что у меня, слушай, когда... Не, просто у тебя много партнеров, это серьезная задача. Это, кстати, вопрос от наших партнеров, которые бэграунд-чеком занимаются, Malfar-компания. Ну, помогли этому, знаете, и это очень интересный диссонанс. Но ты с ним говорил про это? Или нет? Или надо поговорить? Не, надо поговорить про это, но на самом деле это значит просто языки, на которых он разговаривает. И мы сразу, когда делали компанию, говорили, что мы с Россией не работаем. Про крипту. Ты говоришь, что ты относишься к крипте как, ну, к технологии, да? Скорее, не крипте, а даже к блокчейн-технологии. Как в варианту, там, для бизнеса. Ну, покупка на полмиллиона, сам написал, это никакой, я не слив делаю. Сам написал в инсте на полмиллиона вайтбит токена, это, по-моему, чистая инвестиция, спекуляция. Ну, хрен его знает, ну, наверное. Просто тут вопрос в том, что это же как покупка акций, тот же сток по факту. По факту. В этом смысле, да. Стабильный бизнес с понятными показателями, метриками, ростом и владея кучей инсайдов, которые есть, ну, козырных у ребят, ну, типа, что бы и нет, они там сейчас нормально развиваются. Ты заходишь, сколько ты раз в день заходишь на CoinMarket? У меня иммунитет. Я не, у меня до сих пор лежит огромный портфель на разных там лаунчпадах, всяких там монет, короче, куча всякого гамна барахла мы накупили. Оно лежит, оно там где-то, первый портфель вообще там в глубоком минусе, который еще собирали там, когда полтора года назад, наверное, или год назад, ну, короче. Поэтому я вообще не смотрю, ну, а смысл, если ты на это не можешь влиять, что туда смотреть, я же не, меня это научило валютные операции, можно сказать так, ну, короче, когда у тебя бизнес привязан к двум валютам, а бизнес ты весь считаешь в долларах, а у тебя есть заказы клиенты, контракты в долларах, и есть заказы клиенты, контракты в евро. И ты такой, типа, считаешь и понимаешь, у тебя там евро, надо переконвертировать, там, ты, типа, попал на деньги. И просто в какой-то момент я посчитал, что по году, условно, где-то плюс, где-то минус, и ты выходишь примерно там в ноль. Ну, сейчас, понятная история, типа, евро просела, но по факту от этого, ну, ничего не меняется, понял. А я тоже такой, как маньяк, вот так смотрел, я, то есть, я этим переболел еще до крипты. Вот так смотришь и такой, блин, у нас там, типа, на балансе, там, не знаю, там, минус миллион евро, оно там упало, там, на проценты, такой. Ай, это как больно, неприятно. Ну, и, короче, ну, а по факту, что ты где-то хеджируешь, где-то стараешься, там, контракты перевести, там, на какую-то другую валюту. В нашем аутсорсинге, аутстаффинге, куча заказов с Европы, и, типа, евро просела, было интересно, понял, у нас получалось. Ну, один и один, мы продавали просто, понял. 10% бонуса ты получал, да, да, да. А сейчас минус 10%. Ну, да, мы продавали, типа, по тем же и там, что в долларах, но только в евро, и получалось, что, типа, приятно, там, 5-7-10% типа сверху, а теперь, получается, ну, чуть-чуть поменялась история. Вопрос, кстати, про тесте. Если я правильно понял, когда готовился, он тебе дал деньги на первый бизнес, нет? Они меня поддержали просто, денег на первый бизнес мне не давали, они поддержали меня морально. В тот момент было очень сложно находить опору какую-то. Сколько тебе лет было? Ой, блин, это где-то, ну, лет 19, наверное. Ну, это не первый бизнес, это просто я уже начал, там, делать зал. И мама жены, и папа жены, они меня очень сильно поддерживали в тот момент. Это было дороже любых денег. И они говорили, у тебя все получится, все делай, ничего не волнуйся, все точно выйдет. И для меня это реально было, ну, самое, это ни за какие деньги это не купить, потому что поддержка и подтверждение того, что ты делаешь правильно, дает тебе больше сил. У меня самый большой тыл – это жена. Жена меня собирает, меня бывает разваливает вселенная, и она меня такая, так, успокойся, все нормально. И ты такой, ладно, все, я собрался, я викинг, надо идти дальше воевать на войну бизнесовую. Когда последний раз плакал? Из-за войны плачу сейчас периодически. Реально вот так вот смотришь на это все. Просто без повода? Ну, просто из-за того, что… Ну, никакой все вместе собираешься. Я такой, знаешь, сентиментальный стал, типа, не знаю, там, под песню «Мариуполь» от Алены Алены. Можно отлично поплакать, что я с успехом и сделал два раза. Поэтому, скажем, это больше эмоциональная разрядка. А так, чтобы прямо из-за бизнеса плакать. Не-не, я не про бизнес. Ну, потому что у меня была история, когда мы делали вечеринки, и реально, когда мне было там, условно, 16-17 лет, на занятые деньги мы прогорели полностью, и надо было еще рассчитаться как-то с диджеями. В тот момент я просто плакал, потому что не знал, что больше делать. И это, ну, такие вещи, которые, ну, наверное, должны были, знаешь, этот юношеский максимализм, потому что если нас смотрят 17-18-летние, то они, наверное, уже думают, что они бога за бороду словили, и уже все знают, и, типа, только не хватает чего-то, мелочи какой-то. На самом деле, вот эта вся экспертиза, она нарабатывается со временем, и неудачи точно нас преследуют, успешного успеха не существует, я в это не верю. Это все, скорее, неправдивая история, потому что, реально, ну, там, у меня очень много проектов, которые зафейлились, ну, и понятно, что есть, за счет того, что есть объем, есть объем хороших проектов, которые отлично себя показывают, но без попыток никак не получится сделать какой-то успешный проект. PowerCode. Компания, которая из 10 твоих бизнесов, которые ты перечислил сейчас, рабочие, которые самые профитные или нет? Ну, наверное, да. Оборот, прибыль, что можешь сказать? Оборот годовой где-то, наверное, миллионов 12-13, ну, где-то так. Сейчас, ну, то есть, он там скачет, да, да, он там скачет, растет, падает, ну, то есть… И это 100 человек? 200, ну, и там плюс еще туда-сюда, разные там ребята, короче, с разных офисов, ну, типа 200. Какой процент из этого аутсорсинг и аутстаффинг? 40 процентов аутсорсинг и 60, наверное, аутстаффинг. Вот так, как сейчас так. Ты бы хотел, чтобы было 100 процентов аутстаффинг? Нет, я бы хотел, чтобы было больше аутсорсинга, потому что аутсорсинг имеет большую ценность с точки зрения формирования экспертизы у себя в компании. То есть ты замыкаешь полностью проект на себе и ты растишь экспертизу внутри компании. А так аутстаффинг, это получается, скорее всего, ну, типа, где-то есть уже команда и там твоих ребят, там, 2, 3, 5, там, 10 человек добавляют уже в чужую команду. Но это тоже рост экспертизы, но это, типа, меньше любят на рынке, потому что это, скажем, намного проще. Проще продать просто часы и человека, чем продать добавленную стоимость в виде, там, технологии, в виде, там, доменной экспертизы и так далее. То есть просто, типа, человек с каким-то опытом и все, берите, пожалуйста. Типа, прочитали резюме и, типа, вся продажа заключается в том, что ты должен в рейд карту попасть и все. И, ну, типа, очень простой бизнес аутсорсинг намного сложнее, потому что тебе надо дать конечный продукт в сроки и клиентам. Я про это и говорю, проще же делать, проще бизнес, которых нет? Ну, наверное, да. А прибыль? У нас поэтому и перекосило. Прибыль? Не наоборот, а на прибыль. У нас и перекосило. Слушай, ну, наверное, прибыльный аутстафинг, потому что у нас, получается, его дорого продавать. Мы, типа, имеем там больший профит. Но есть просто разные подходы, кто-то говорит там. И ты хочешь при этом аутсорсинга больше? Да. На аутсорсинге можно гораздо больше зарабатывать, и мы сейчас к этому идем. Ну, то есть ты, условно, имеешь заказы по рейту 300 в час, там, 400, 500 в час. Это умеет аутсорсинг, потому что ты, когда имеешь свои солюшены, имеешь свой плотный домен в конкретной области, у тебя разработка мест... Домен, у тебя очень часто слово, это экспертиза, по-моему. Да, доменная экспертиза в конкретной отрасли бизнесовой. И ты, получается, можешь с этим фокусом делать гораздо быстрее, в 5 раз быстрее, там, в 3. Ну, то есть ты клиенту показываешь, условно, вот столько будет стоить проект, а по факту, если разделить на часы и время, которые ты затратишь, то у тебя получается, что ты там продал по 200 долларов в час, по 300 долларов в час. Ну, то есть вот мы к этому идем, потому что, если ты, условно, фокусируешься на всем и ни о чем, это, получается, больше про аутсорфинг, и там ты можешь зарабатывать, там, полторы тысячи долларов на человеке. Это в месяц чисто? Максимум 3, да, ну, максимум 3 тысячи, да, можно зарабатывать в такой модели. Можно таким образом посчитать, сколько вы зарабатываете, нет? Подходы к лидогенерации за последние 4 года менялись, наверное, 3 раза. Ну, то есть что-то было, что в процессе и что сейчас. Ну, смотри, у нас мы вообще начинали чисто с фриланс-бирж. Ну, да, есть у тебя профиль на Афорке, 13 успешных заказов, как в Uber и Uber. А ты посмотрел сюда, но у нас, кстати, да, мы в одно время неплохо прокачали. И не только на Афорке у тебя есть профиль. Это были просто фриланс-биржи, на которых можно было как фрилансеры брать заказы, хотя это, типа, уже там небольшая компания, как и маленькая. Это же до сих пор так делают. До сих пор так делают, но это немасштабируемая история. У меня просто очень много друзей, которые так делают, типа, такой, типа, прикол, там, условный, Александр говорит, а мы вот тут разрабатываем. А у меня вот есть друг, ему работа надо, его там тоже зовут, там, не знаю, Александр. Да, может, мы его тоже наймем. Он говорит, ну, вроде логично, давай наймем. А это все, значит, компания, такие звонки. 14 Александров, да? Это рабочая история, и так, кстати, легче продавать. Ну, получается, что ты сам себя рекомендуешь, но ты, как бы, не сам себя, потому что ты говоришь, что это другой человек отдельный, это же он не с тобой, как бы, ну, твой друг тоже хороший разработчик и добавляет. Это, типа, тоже рабочая модель, но мы так не делаем, потому что она слабомасштабируемая. Ну, и важно, чтобы всех одинаково звали, чтобы потом, когда в отзыве будет упоминание имени, чтобы не было коллизий, правильно? Это же, знаешь, как сейчас индусы покупают аккаунты европейской внешности, покупают аккаунты в LinkedIn и Facebook, а потом с них там пишут, но потому что люди охотнее реагируют, потому что, ну, я думаю, ни для кого не секрет, что индусы, типа, всех достали, но они достали, потому что их большой объем людей, они всем пишут, и там, ну, если умножить там на коэффициент количество людей, то, скажем, не так они, может, и активны даже. Но они более заметны, и они, типа, покупают, чтобы с аккаунтов, с этих, получать себе заказы, но это же вот эти люди, которые без камеры созваниваются, понял? Он говорит, включи камеру, говорит, у меня нету, потому что он не может включить камеру, там другой человек сидит. Но это же, типа, такая история. Мы просто тоже так делали, потому что мы делали аккаунты. А что, вы написали USA? Да мы, короче, понял, у нас был одно время страх не свои аккаунты качать, а качать аккаунты сотрудников, вдруг угонят там. А мы вложили деньги в этот аккаунт. Ну, короче, потом мы перестали и просто сейчас скачаем все аккаунты с разными подходами и с разным позиционированием. То есть сейчас мы, например, как продаем? Продает в основном это хорошие площадки с партнерской, ну, короче, партнершип, типа, покупаешь, и она тебя там, площадка продвигает, у нее есть трафик, там, всякие там клочи и так далее, good firms, еще там, ну, там, на самом деле каналов около 40, там, с которых можно получать трафик. Но задача получить как бы имбаунд на сайт, чтобы у тебя входящие запросы были на сайт, закрытие таких сделок намного выше. Плюс сарафан, который всегда отлично работает, и там конверсия, там, 50%, потому что если тебя рекомендуют, то, скорее всего, ты закроешь. И, скажем, на LinkedIn мы меняли позиционирование, потому что сначала продавали как украинская компания, потом как английская, потом опять как украинская, теперь продаем там как английская, как польская, как эстонская компания, потому что с Украиной не сильно хотят работать, к сожалению, не хотят работать большие компании, у которых есть compliance, у которых есть risk management. Сейчас, да, из-за войны. Ну, то есть у нас, мы, например... Не, ну, которые с данными работают, я понимаю, еще, они боятся, что... Так, а, блин, аутсорсинг и разработка, кодинг, это все данные. Не, я про базы, про базы, когда... Так, а это все, это, считай, все. Ну, если у тебя находится на территории Украины, которая является зоной конфликтов с большим риском, большой риск потери данных, плюс сюда, это DGPR и так далее, потеря данных, очень страшная херня для корпораций, compliance и risk management не работают с юрисдикциями, которые в санкциях, территории конфликтов и так далее. Вот мы, например, потеряли контрактов, мы работаем там с S&P, с SAP, с Accenture, с Bloomberg, они начали типа отказывать нашим ребятам с локаций в Украине. То есть... Прямо разрабатывать что-то для Bloomberg? Да, 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 дочерняя компания Bloomberg что-то делает. Ну, короче, мы работаем с большими, с большими такими ребятами с Enterprise, и они сейчас не дают возможность получения новых заказов на территории Украины. То есть мы подписали вот пару контрактов месяц назад с Accenture, но это все люди с локацией Румыния, Молдавия, даже с Молдавии мы перевезли людей в Румынию потом, потому что они сказали не Евросоюз, можно, пожалуйста, он в Румынию переедет, там эти ребята, которые сидят. Польша, Хорватия, хотят Евросоюз, потому что там же процедура какая, они высылают тебе ноутбук, ноутбук там с токеном, и ты там этим токеном подтверждаешь, что это ты, и, короче, они там, естественно, видят... Те, кто очень говорит, что там все так либеральненько, и рабочие часы у тебя, флексибл, все у тебя, короче, хорошо. Германия, немецкая IT, это же завод, ну, типа, это у нас... Это еще браслеты не вешают? Нет, браслеты не вешают, слушай, ну, на складах Амазон люди бегают, и, типа, ну, понятно, они там жалуются, но они, по факту, большие деньги получают, поэтому, ну, типа, люди бегают, что ж поделать. С большим энтерпрайзом сложно сейчас работать, и получается, что ты должен доказать, что у тебя люди на территории Евросоюза, и они... У нас лежал уже контракт, который мы должны были подписать на, ну, типа, 70 человек с Аксенчуром, типа, ну, можно умножить, там, не знаю, на 8, на 10 тысяч на человека, посчитать, сколько мы денег потеряли. Ну, по факту, это контракт на полтора года был, и они просто сказали, ребят, давайте пока повременим, у вас война. И таких контрактов было очень много, то есть мы там потеряли где-то предварительный заказ, там, на 20 человек, на 30, на 10, на 5, ну, то есть просто поостанавливали и сказали, давайте сейчас пока посмотрим, повесим. Ну, а это огромные деньги, это, скажем так, можно было бы эти заказы получить. А если в этом году будет 12-13, то это будет, как в прошлом, меньше, больше? За прошлое, в этом году, думаю, что то же самое останется, но мы стараемся сейчас сделать больше. Вопрос про детей, двое детей, мальчик-девочка. Как-то, хотел сказать, бюджетируешь, но закладываешь время на семью, на супругу, на детей, отдельно или вместе? Это тоже важный вопрос для супруги. У нас, кстати, да, это есть и такое время, и отдельно для супруги. Понятно, что мы должны время вместе проводить, потому что семья состоит же не только из детей, а еще из нас двоих, а потом еще дети. Ну, то есть это все, как бы, отдельные юниты, которые должны между собой дружить, а если где-то будет перекос внимания, то, как бы, перестает, типа, у меня, я не хочу, чтобы моя жена в домохозяйку превратилась. Она у меня, кстати, в бизнесе участвует, наваливает, и она, типа, серьезный топ-менеджер у меня в бизнесах, она там достаточно большой контроль, при том, что она успевает и за детьми следить, и со школами решать, с садиками и так далее. Поэтому у меня есть такая история, что выходные неприкосновенные в редких случаях, можно, вот, например, на интервью выделить или на форум, но это редко, скажем, редкие истории. Я стараюсь выходные посвящать семье, чтобы мы там вместе время проводили, фильм посмотрели, мячик побуцали. А ты что, это такой кайф. Как ты сейчас относишься к воспитанию детей? Это как бизнес-проект? Я, когда был молодой, никогда не понимал, почему часто можно прочитать, как богатые люди ничего не оставляют детям. Это вот, кстати, то, что я переосмыслил за последние лет пять, и я понял, что тут важно дать ценность ребенку, чтобы ребенок понимал ценность всего, что его окружает. Но что ты для этого прикладываешь? Согласен, что ты делаешь для этого? Очень, очень. Каждый день можно покупать что-то ребенку, когда, типа, супруга выходит, нельзя, правда? Нет, получается, что ты нарушаешь обмен с ребенком, ты ему больше даешь, чем он тебе в ответ. А ребенок же, когда маленький, он что может? Он, там, может тебе, я не знаю, там, песню спеть, станцевать, ну, вот эти простые вещи. И ты можешь, типа, это поощрять чем-то, своим вниманием, там, что-то купить где-то в магазине. То есть у тебя должен быть построен обмен с ребенком таким образом, чтобы он понимал, что он что-то на что-то меняет. Ну, вот мы на работе свое время меняем на деньги. Ну, то есть стандартное. В бизнесе та же история. Свое время по итогу меняем на деньги. Или, там, с другом мы общаемся, почему? Потому что мы свое хорошее отношение меняем на его хорошее отношение к тебе. И вы таким образом, ну, типа, становитесь друзьями. То есть с детьми надо точно так же. Вот у нас, например, Вика, периодически мы запускаем челлендж, она собирает баллы, там, на что-то. Типа, надо, вот, там, помыть посуду, там, это столько-то баллов, там, нарисовать рисунок столько-то баллов, там, заправить постель, там. Ну, какие-то баллы конвертируются в? Баллы конвертируются в какие-то штуки, например, там, катание на лошади, там, планшет, может, возможно, будет телефон, потому что мы пока еще, даже, ну, она просит, но пока еще не насобирала. Ну, то есть, чтобы не было так, мы, понятно, что можем его купить. Вот такие штуки всякие. Мы вместе, ну, получается, что там, она за нами пытается повторять, ну, мы же самый лучший пример для детей. И, получается, у нас малая катается на кроссовом мотоцикле, она там, ну, во всяких экстремальных, на сноуборде катается. То есть, дети повторяют, вот это своим примером и вот этой мотивацией, там, получения баллов или обмена на что-то, вот это классная история. Она у нас, например, классно рисует. Она ждет нас, готовит нам выставку. Сорс-бизнес, он на выходе, типа, может оставаться 10, а может 50% оставаться. То есть, зависит от того, что... Ну, зависит от бенча, зависит от того, что у тебя клиенты оплатили или не оплатили. Давай так, очень хорошо. Нет, смотри, по году процентов 20 есть. Средний где-то 20-30, вот так. То есть, примерно. Вот это, этот процент растет, падает за последние 5 лет? Да нет, он держится стабильно, скажем так. То есть, мы пытаемся нарастить его, чтобы иметь большую маржинальность, но пока вот... А где узкое горлышко, в чем проблема бизнеса этого? Узкое горлышко, во-первых, в том, что есть индусы на рынке в большом количестве. И сейчас, на самом деле, компании перефокусируются, чтобы ты понимал, вот кейс с двух польских компаний, чуваки переехали на индусов. Ну, то есть, это наши там знакомые партнеры, они забрали центр разработки и разместили его в Индии. Разместили в Индии и просто аутсорсили туда. Потому что тут война близко, прикинь. Узкое место – это ценообразование. Сейчас все угонятся за юнит-экономикой. Получается, что индусы могут дешевле из-за того, что объем людей больше. И, в принципе, за счет этого они могут иметь... Ну, у них тоже качественная разработка. Типа, то, что смеются с индусов, это, конечно, хорошо. Но там есть индусы, которые по 100 долларов в час работают, извините. А у нас до сих пор в Украине есть ребята, которые по 20 работают в час. У вас средний рейт? У нас средний, наверное, где-то 45. Ну, то есть, маленький. Ну, и 99% услуг – это разработка именно, или 100% услуг? Есть как вводные услуги. То есть, там очень много консалтинга, который связан с бизнес-аналитикой. Ну, это бизнес-аналитика в рамках разработки. Ну, там никаких маркетингов, ничего такого. Не, маркетинг – это у нас маркетинг чисто на внутренние задачи. Всегда был построен на внутренние задачи всех компаний. Навне продавать как-то пробовали, но это, короче... Все, что связано с разработкой? Да, все, что связано с разработкой, с технологиями, с какими-то доменными экспертизами в бизнесах, в которых у нас было, то есть чем мы можем помочь. Потому что прикольно, когда ты заходишь к клиенту и говоришь, смотри, мы тут типа разобрались, вот у тебя вот такие узкие места 100%, и он такой, да ладно, откуда вы знаете, да, есть узкие места. И ты говоришь, ну мы можем их решить, ну и там в рамках этого еще решить, там апсейл, кроссейл, и ты там заходишь с одной историей за счет того, что у тебя есть доменная экспертиза в бизнесе. То есть я зачем запускаю стартапы, чтобы моя компания в том числе пополняла конкретную экспертизу в разных отраслях. И за счет этого мы можем быть интересны, типа любому размеру бизнеса. Ну вот, например, мы в Гуглу писали учетную программу для кухни. Ну, как бы, что компания родом из Запорожья, с Украины, для Гугла что-то разрабатывают? В смысле, самая большая технологическая компания в мире, или одна из самых больших технологических. Так у них нашли. Мы, получается, зашли туда с нашими американскими партнерами, которые экс-гуглеры. Ну, они работали там. Подожди, вас аутстафили или аутсорсили в тот момент? Это... Как бы это не звучало. Да, да, не, аутсорсили, аутсорсили. Прикол в чем? Вот это же гугловские проблемы, которые я там на себе ощущаю, когда проекты запускаю. То есть у них сидело там порядка 12 или 15 человек. Короче, два года писали эту программу в Гугле. Ну, естественно, со средней зарплатой там в 200, не знаю, там 200, может, 300 тысяч долларов в год. Вот они два года потратили, и на выходе вот что получилось. Ну, типа, и все. И они такие, так, ну, в общем, бюджет у нас еще остался, продукт нам все еще нужен. И начали искать, кто может им сделать это. Мы, короче, двумя с половинами разработчиками за три месяца сделали им эту программу. Она до сих пор работает в Гугле, в кампусах во всех в Америке. То есть вот тебе и история, как, ну, типа, когда ты думаешь, что ты не можешь взаимодействовать с большим энтерпрайзом и ничего им предложить, то это неправда. То есть за счет твоего фокуса ты всегда можешь сделать лучше, эффективнее, потому что у Гугла вот это же проблема расфокуса больших команд, потому что мы там, ну, вот, например, боролись за один проект, не получилось его взять, но тем не менее. У них сидела команда тоже 120 или 150 человек разработки, делала какой-то проект, потом они их сняли, переместили в другой отдел, проект остался, бюджет остался, и они начали искать, кто это, ну, то есть там недоделано было. То есть они просто сняли, очень много денег, это тоже большая проблема для стартапа, потому что начинают просто нерационально использовать и там все что-то делают. Разработчики именно, которые, собственно, делают деньги, это сколько? Ну, где-то процентов 65-70. Ну, то есть у нас административная. То есть БКО в районе 30, ну, если можно так призвать, 30 процентов. Да, то есть у нас сейчас одна из задач, с которыми мы работаем, чтобы повысить процент разработчиков до где-то 80. Топовые компании, на которые вы смотрите, вот эти гиганты, да, которые в Украине в том числе, из Украины в том числе, они как с этим справляются? Слушай, топовые компании, они, знаешь, как справляются, они монетизируют практически всех, то есть у них административный персонал, который не задействован в проекте, который не считается условно в прямой доход, очень мало, ну, типа, это там, ну, 10%. А вы там почему не делаете? Когда ты большая компания, у тебя есть нюанс. Вот ты большая компания, ты не можешь брать проект меньше, чем 100 тысяч долларов, или там меньше, чем 200 тысяч долларов, или меньше, чем 150 тысяч долларов. И они, типа, просто считают вот все, и они всю команду туда грузят. Мы же до сих пор имеем, ну, проблемы с тем, чтобы на фуллтайм условно проектного менеджера посадить. И, ну, люди там не хотят платить. А мы без проектного менеджера не можем отдать, потому что зафакапим. Типа, если клиент уже совсем упирается рогом, мы его садим там бесплатно, он там на портайме делает, помогает вести этот проект, потому что наша задача... То есть сначала мы зарабатывали деньги и решили вот этой историей, знаешь, на обворке, когда ты трекер не выключаешь, а потом потеряли пару клиентов и поняли, что так, наверное, делать нельзя. А сейчас мы боремся за то, чтобы дать клиенту качественный продукт. Из-за этого приходится иногда жертвовать маржой, но оно там все нормально считается. Но, тем не менее, большие компании у них лучше получается, они сразу пачкой грузят туда людей и, считай, всех продают. У вас много заказчиков из госструктур? Не, у нас вообще нету заказчиков. У нас... Ну, сайт в ковид вы же делали. Мы делали... Так это все бесплатно было. Ну, я хотел бы это узнать. У нас была история, мы, короче, писали там одну приблуду для сервисного центра в Харькове. И там, типа, наклеили нашу... Это, что PowerCode тут помог. Сервисный центр Snap'ок? Да, да, да. Там, короче, одну штуку. Ну, типа, потратили там, условно, на это, не знаю, там, 3 тысячи долларов, типа, по себестоимости. Они говорят, давайте мы вам, говорит, 2 тысячи гривен заплатим. Ну, типа, за... Вы же сделали. Мы говорим, да нет, спасибо, давайте не надо, потому что за эти 2 тысячи гривен потом придется... Заплатить. Отвечать, да. Ну, короче, мы все, что делаем с госорганами, это все бесплатно. То есть мы для МОЗа сделали бесплатно, потом пришел ВОЗ, как мировая организация, и они за деньги у нас заказали. То есть МОЗу мы бесплатно, это была инициатива полностью такая, фри, мы, как компания, просто инвестировали в эту историю. Месячный инком, например, бизнесов. Типа, инком плюс? Да, сколько ты зарабатываешь? Ну, меньше миллиона. Зарабатывал больше? Было время? Да. А цель? Да, я не знаю, но я так, типа, прицелился где-то в 10 миллионов на первый шаг, а дальше там посмотрим. Будешь зарабатывать 10, что будешь делать? Скорее всего, проекты станут еще больше. Ну, тоже проекты и тоже операции. Да, так это прикольно. Это же как детский лагерь. Ты заваливаешься в какую-то тему, начинаешь ее там пушить, драйвить, и, ну, получать какой-то выхлоп или не получать, и понимать, где ты стал лучше, где ты стал хуже. Потому что вот эти проекты, неудачи, нас же учат только неудачи. Позитивные кейсы нас не учат. То есть если я просто буду зарабатывать, то, скорее всего, я стану амиобой через 10 лет, который, типа, уже не может, там, не знаю, 2 плюс 2 сложить. А когда ты занимаешься таким драйвовым операционным бизнесом, это прикольно, интересно. У меня самое дорогое в мире образование. Я уже 13 лет занимаюсь бизнесом. Это просто очень дорого стоит. Потому что, естественно, в бизнесе ты постоянно теряешь деньги на каких-то вещах, глупых, не глупых, ну, типа, и это измеряется там миллионами долларов, которые неправильно вложены, неправильно что-то сделано, потерянные клиенты, это упущенные возможности. И, как говорят, не расстраивайся, что упустил возможность, у тебя еще будут возможности упустить возможности. Поэтому вот где-то такая история. Спасибо. Было очень интересно. Пишите комментарии. Придешь, поотвечаешь на комменты? На комменты? Ну, давай, да, залечу с фейкового аккаунта, буду обзываться там. Давай так, с фейкового обзывайся, а с реального отвечай на вопросы, если будут вопросы. Я думаю, что их будет много. В общем, можете высказывать свое мнение по поводу моих вопросов, по поводу твоих ответов. Любая реакция, это хорошо. И делитесь этим видосом с друзьями. Спасибо. С вас лайк и подписка. Спасибо. Банки таким образом, чтобы не платить типа за одного из тысячи клиентов какой-то миллионный штраф, им легче просто всем не открыть счет. Ты ходишь и доказываешь, что ты не олень. А ты пошел в ФОЗе, в этих компаний ходил, да? Все же думают, что крипта это типа там или скам, или что ты можешь там миллиард заработать, вложив там, не знаю, 500 долларов, то это чуть-чуть не так делается. Если это проект такой чисто на хайп, который условно на пару лет, то лучше монету взять и пойти себе спокойно. Ну как вы сейчас продаете? Я так и не понял. Какой бизнес сложнее? Аутсорс, пауэркод или продукт, который ты там поднимал и поднимаешь? Ты можешь работать с большим интерпрайзом, даже когда ты маленькая компания. А он уже с Абуджаном, да, делает апп. Апп очень быстро. Вери квалифай. Абуджан 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 Абуджан